Зомби и километры добра, письма радости и новый маленький блогер. Что их объединяет? Наш сегодняшний выпуск программы «Шабака». Поговорим о том, что происходит в социальных сетях. Всем привет! Легкая комедия про нелегкие взаимоотношения невестки и свекрови набирает обороты по просмотрам на площадке YouTube. Новый таджикский фильм «Килин Пошо» за месяц просмотрели уже более 1 миллиона раз. В главных ролях Карим Джон Гафуров и Замира Юлдашева. В ролике «Линки» известная актриса и блогер Дия, известная по проекту «Догонахо». Кому-то однозначно понравился юмор, другие оценили воспитательный момент, а нашлись и те, кто обратил внимание на саундтрек. На таджикских национальных инструментах была отыграна музыка из фильмов «Миссия невыполнима» и «Черная пантера». Звучит потрясающе! Его лица практически не видно, скрывает маска и бейсболка, а в руках у него всегда есть конверт с письмом. Он называет себя доставщиком. Доставщиком радости. В Инстаграме продолжают появляться видеоролики, пропагандирующие добро, сострадание и благотворительность. Автор не раскрывает своего имени, но преподносит приятные сюрпризы тем, кто в этом на самом деле нуждается. А после снимает трогательные выпуски. Делает он это не один. В команде есть сценарист, оператор, монтажер, актер и максимальная креативность. Автор канала говорит о том, что можно было бы обойтись и без этого, но они считают, что именно качественным видео можно привлечь больше людей и призывать их к совершению добрых поступков. Продолжаем тему добра. Бег, как известно, занятие полезное для физического и эмоционального состояния, но теперь бег сможет помочь еще и детям с аутизмом. TGK Run Club запустил акцию «Синяя миля». Теперь все километры, которые вы пробежите в феврале, будут конвертироваться в самани, после чего их передадут в пользу детей с аутизмом. ТГК Run Club Маленькие люди, но большие амбиции. Так можно сказать про известных блогеров Абдуру Зика и Хазбика, бой о которых ждут многие. Но вот на арене появился еще один. Зовут его Махмад Шариф Юсупов, и он считает, что его особенность тоже должна принести ему успех, славу и, главное, деньги. В недавнем интервью он рассказал о том, что тоже готов бороться и в качестве блогера в интернете, и в качестве бойца в октагоне. Семь лет назад в США одна компания всерьез готовилась к зомби-апокалипсису и даже запускала курсы по выживанию на подобный случай. Но пока зомби пугают нас только с экранов. На Ютьюбе стартовал новый таджикский веб-сериал Z2047. Автор фильма – молодой мувимейкер Наврас Рамазанов. История рассказывает о выживании парня и девушки, которые спасаются во время зомби-апокалипсиса. Смогут ли они выжить – неизвестно, ведь к просмотру пока доступен только первый эпизод. По задумке авторов всего их будет восемь. Посмотреть премьерный выпуск можно на канале King Adobe. В гостях «Радио Азия Плюс» побывала известная исполнительница Мехренегори Рустам. О поездке в Америку, о продаже бриллиантов и фейковых новостях она рассказала Орзу и Соеву. Мехренегор рассказала о том, что продала свои украшения для того, чтобы подарить маме квартиру, и о фейковом аккаунте, который создали злоумышленники и от ее имени выпрашивали деньги у подписчиков. Автор подкаста «Мама сказала» и основательница популярной группы «Таджик Мама» Насибахон Аминова рассказала о стереотипах и препятствиях, с которыми она столкнулась в своей работе, а также о том, что привело ее в сферу медиа. Насиба поделилась мыслями о том, зачем люди идут в блогинг, как реагировать на критику в свой адрес и как попасть контентом в свою целевую аудиторию. Виртуальный родительский клуб «Таджик Мама» в Фейсбуке на сегодняшний день имеет 35 тысяч подписчиков. Десятки абонентов компании «Вавилон Мобайл» сообщили, что утром 4 февраля им поступали звонки от неизвестных номеров из-за рубежа. В компании заявили, что звонки – дело рук неизвестных хакеров. В пресс-службе компании сообщили, что не имеют никакого отношения к этим звонкам. Это спам. При этом они порекомендовали абонентам ни в коем случае не поднимать трубку, не отвечать на СМС и не перезванивать. Будьте бдительны и не попадайте в сети мошенников. А что касается сетей социальных, то выжимку самых интересных событий мы предоставим вам ровно через неделю. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok